Я хочу, чтобы Алексей Валентинович высказал какое-то свое слово. Я один из главных специалистов восстановительного центра детской травматологии и ортопедии Аганев. До протяжения двух дней нашей работы я вспомнил такую историю. Один из первых моих учителей, профессор Алферов Вячеслав Петрович. Вообще я педиатр по своей базовой специальности. После окончания педиатрической академии закончил ординатуру по педиатрии. Только потом я уже переквалифицировался в детского ортопеда. Получил специализацию первичную. Так вот профессор Алферов, он такой классический, как остеопатрия говорит, аллопат. Он не признает гомеопатию, он не признает остеопатию и так далее. И вот уже критично к ней относится. Он пульмонолог, аллерголог по своему образованию. И вот проходит там несколько лет, я уже вовсю работаю в Огоньке. С 1997 года я там работаю. Мы встречаемся. Прекрасный человек, прекрасный специалист своей специальности. Очень добрый, мягкий человек, умный, деликатный. Вот он говорит, и сидим разговариваем, какой-то трюк такой. Он говорит, ты знаешь, вот сейчас я оппонент одной из диссертаций. Век живи, век учись. Группа детей с так называемой перинатальной энцефалопатией, с родовыми травмами защищает диссертацию мануальной терапевты. Он говорит, меня попросили, я оппонент. Группа велась классически при помощи медикаментозных средств и массаж, ну как обычно принято в поликлиниках. Группа детей, которая велась исключительно методами мануальной терапии и группы детей набрали из каких-то деревень, которая вообще никак не лечилась. Так вот, достоверных отличий между группой традиционного лечения и вообще никак не леченных детей не было достоверного отличия, так научного. Вопрос-то, что лучше всего оказалось, и это не мои слова профессора, а для меня, что методами мануальной терапии. Потому что основная масса не диагностируется и живет как раз вот как из деревень. Дело не в этом. Это как иллюстрация к тому, что я еще хотела. И вторая иллюстрация. Я беру газету автоматически и вижу на газете своего однокурсника. Стоит однокурсник с руками и вот такое рекламное объявление «Лечу сколиоз гипнозом». Я эту газету, конечно, привез на работу. Вы понимаете, что психологи лечат сколиоз? Всем показываем там и так далее. Но шутки шутками. А ведь звенья патогенеза, сколиоза, они очень глубокие. Извините. И даже вот если брать изолированно, это невозможно в организме эндокринную систему, она зависит от гипоталамуса. Гипоталамус зависит. То есть тут очень много точек соприкосновения. И вот это двухдневное наше общение, оно показало слабые места в наших работах. Оно показало основные проблемы, которые существуют в проблеме сколиоза. То, что возникали какие-то спорные моменты, критичные. Это прекрасно. Не ошибается тот, кто ничего не делает. И вот это междисциплинарное сотрудничество, оно крайне полезно. Потому что на сегодняшний день, вот мы с профессором, с Алексеем Егоровичем обсуждали это еще до конференции, позиция классической ортопедии к мануальной терапии, да не дай бог ты упомянешь это слово в свете сколиоза. И вот так и было. Я на конкретном примере был в ЦИТО на конференции в Москве. Доктор наш, коллега из Калининграда, вот сюда размазали по стенке. С другой стороны, при грамотном, научном подходе там и так далее, да можно делать все, чтобы это было только на благо пациента. С хорошей научной такой подоплекой. И исчезновение вот этих барьеров, вот железобетонных стен, оно возможно только в дальнейшем общении. Поэтому я хочу, наверное, в первую очередь сказать спасибо сейчас уже в окончании этой конференции аудитории, потому что ваше внимание, ваша заинтересованность в глазах, она стимулирует, в общем-то, и человека, который там что-то пытается рассказать. И еще раз, в очередной раз поблагодарить организаторов в лице Юрия Алексеевича, всех, кто принимал участие, потому что действительно все просто блестяще организована работа там и так далее. Спасибо большое. Спасибо. По поводу психотерапии, лечения психотерапии, вот таких состояний. Вы знаете, я еще был студентом. Я в Есентуках, там в нашей поликлинике проходил практику, это сестринскую, вот. И вдруг мне попала статья там, на Кабминводу. Значит, я запомнил. Значит, доктор, докторский, лечит язвенную болезнь, значит, девяностопешной кишки, лечит ее методами психотерапии. Ну, знаете, мне это просто заинтересовало. И я так начал ее читать. Вы знаете, то, что я там прочитал, вот оставил глубокий след, понимаете, у меня на протяжении всей моей жизни. Он привел данные, что изменялись гормональные показатели. То есть, все, что меняется, вот, когда мы говорим, что вот нужно доказательной медицины, все там доказано на основании этих исследований, понимаете. И результаты хорошие, и все. Так вот, понимаете, это к тому вопросу, который я уже поднимал. Мы на основании следов вторичных, понимаете, пытаемся судить о предмете нашей работы. Это так уж повелось. Такова методология. Ничего в этом плохого я не вижу. Вот. Но вы должны, как бы, критически относиться к тому, что вот лекарственная терапия, вот она там, двойной слепой метод, там, вот, знаете, там, и... А потом проходит 10 лет. Оказывается, что он влияет на течение беременности, там, на еще, на пятое-десятое. Вы понимаете, очень критично. У нас сейчас запретили препараты, которые использовались у нас десятилетиями. Не то, что запретили, их просто нет. Вот. Зато новые пропагандируются. Зурабов в свое время сказал, по радиусу, сам слышал, может, кто-то сказал бы, не повел, что наши врачи плохо знают лекарственные препараты. Понимаете? Наши. Когда препараты, которые стоили раньше, там, два рубля, там, пятьдесят копеек, понимаете, теперь они стоят, понимаешь, девятьсот рублей, понимаешь? Вот. И он интерпретирует это, что плохо назначают, плохо знают препараты. Вы знаете, нужно все, что вы услышите, всегда делить на десять. И, да, и что останется в сухом остатке, то ваше. Ну вот, спасибо. Я как представитель принимающей стороны от имени себя и главного врача хочу поблагодарить и наших замечательных лекторов, которые эти два дня работали для нас, много-много потратили сил и энергии для того, чтобы передать свои знания. И еще раз вам огромное спасибо. Мы надеемся, что в будущем году мы сможем организовать подобную конференцию, третью юбилейную, в стадах этого нашего юридического корпуса. Еще раз вам огромное спасибо и будем считать нашу конференцию закрытой. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.